Пермский край оказался в списке регионов-аутсайдеров, в которых зарплата учителей снизилась по итогам года. В Минобре объяснили основную причину. Эдуард Кашинсков, возглавлявший Пермский аэропорт, пять с половиной лет, покинул свой пост. О смене руководства сообщили в самой компании. Пермский край поддержали «Медведя», а в торгово-промышленной палате выбрали обновленный логотип бренда «Покупай Пермская». Наступрикаем в прямом эфире. В студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Пермский край показал самое большое падение в размере заработной платы педагогов в России по итогам 2017 года. Это следует из данных Росстата на 1 января этого года. Заработная плата учителей сократилась в регионе на 471 рубль. Результат по итогам прошлого года 29 364 рубля. Всего сокращение показателя произошло в четырех регионах. В республике Коми падение на 127 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе 76, в Волгоградской области на 12 рублей. В Краевом министерстве образования телеканалу приводят цифры. Уровень заработной платы педагогов школы Пермского края выше средней зарплаты по региону на 4,5% и на 10% выше средней зарплаты педагогов общеобразовательных организаций по Приволжью. В Краевом Минобре падение показателей связывают с тем, что в 2016 выплата стимулирования по проекту ступени была произведена в декабре. А вот по итогам 2017, в январе этого года, выплаты просто не вошли в зарплату педагогов в 2017 году. Они получили деньги в январе 2018. В конце прошлого года сообщалось, что Пермский край вошел в число четырех регионов, которые могут не выполнить майские указы президента по повышению зарплаты учителям, врачам и научным работникам. Так, заработная плата учителей, медицинских и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты в регионе. Между тем, в Краевом Минобре и Минздраве нашему телеканалу уточнили, что деньги на эти расходы в бюджете запланированы. На последнем заседании комитета по бюджету заявлялось, что крае не хватает 400 миллионов рублей на выполнение майских указов. Их планируют взять либо за счет непотраченных средств 2017 года, либо получить из федерального бюджета. В Пермском аэропорту сменился руководитель новым генеральным директором. Назначена Светлана Архипова, сообщили в самой компании. Ранее госпожа Архипова занимала пост заместителя генерального директора по производству. В новой должности она работает с сегодняшнего дня. Прежний руководитель аэропорт Перм Эдуард Кашинсков, возглавлявший компанию с сентября 2012-го, по настоящее время принял решение покинуть компанию по собственному желанию. Обновленный бренд «Покупай Пермская» получил свой логотип. На заседании, которое состоялось в пятницу, 16 февраля, члены конкурсной комиссии определили победителя. По итогам заседания конкурсной комиссии и путем народного онлайн-долосования в шорт-лист конкурса вошли 10 работ. Победителем стал логотип под номером 1, который прислал Алексей Лаптев. Всего на рассмотрение было направлено 128 вариантов логотипа. Добавим, на прошедшем в Пермском классическом университете и экономическом конгрессе были представлены новшества возрождаемого бренда. Обновленный проект будет действовать в трех направлениях. Продовольственные товары, промышленные потребы, назначения и сферы услуг. При этом компании, работающие под брендом, разделят на три уровня. Продвижение – базовый, профессиональный и уникальный. Сегодня в нашем вечернем эфире в программе «Итоги» об особенностях обновленного бренда поговорим с идеологом проекта, вице-президентом Пермской ТПП Еленой Гелязовой. В июне этого года в Прикаве может открыться часть императорского маршрута, приуроченного к столетию с момента трагических событий, связанных с семьей Романовых. Об этом в рамках конференции «Экономика и культура» телеканал РБК сообщила участник конференции, эксперт по внутреннему туризму Елена Шперкина. Для этого компании необходимо защитить проект перед экспертной комиссией, в которой вошли представители Российской ассоциации туроператоров, Комитета по импортозамещению Министерства культуры России и Лисофетинского общества. Помимо Пермея в федеральном проекте участвуют Москва, Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Тобольск и Алапаевск. Сам маршрут, по словам Елены Шперкиной, уже разработан. Дело за наполнением. Мы должны заняться и подготовкой экскурсовода, и портфель экскурсовода создать правильный, используя в том числе и помощь исторического сообщества музейного. Мы должны сделать какие-то выставки, экспозиции. Мы должны создать объекты показа. Также на конференции было предложено создать ассоциацию музея в территории Строгановского присутствия. Центром, как предполагается, должна стать Пермь. По словам автора идеи, президента Пермской художественной галереи Надежды Беляевой, в общество должны войти музейщики, исследователи, художники. В рамках проекта в планах создать спецпортал, где эксперты будут публиковать материалы Строгановых и сами работы Строгановского наследия. Средства на создание ассоциации планируется привлекать с помощью инвесторов. Доллар на открытии московской биржи потерял 4 копейки. Рублю придают уверенность ряд факторов, в частности, восстановлению нефтяных котировок. Опубликованные в пятницу данные по количеству буровых в США от Бейкера и Хьюз показали умеренный рост, существенно меньше, чем недели ранее. Кроме того, продолжает свою поддержку налоговый период. Активных движений на рынке ждать не стоит, говорят эксперты. Кроме того, сегодня торговые площадки в США закрыты. В полудню доллар в итоге потерял 1 копейку. Средний взвешенный курс на завтра 56.34. Но лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Пермь и в БКС Банке 56.30. По продаже в Банке Нева 56.60. Лучшее предложение по покупке евро в БКС Банке 69.85. По продаже в Банке Нева 70 рублей 10 копеек. К этому часу все новости. Смотрите, читайте РБК и до встречи. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. РБК Пермь. Помогаем принимать решения.